Тема лекции «Операции над родами структур», что следует из названия «Метод формального получения новых родов структур из уже имеющихся». Мы разбираем два наиболее часто использующихся на практике метода. Это операция порождения множества структур данного рода и операция синтеза. На самом деле таких методов, таких операций гораздо больше. Про это написаны статьи специализированные. При наличии интереса вы можете с этим ознакомиться. Но в действительности на практике при написании ваших работ, ниров, обычно применяются эти две. Ими мы и займемся сегодня. Первая из них – это операция порождения множества структур данного рода. Ну, предположим, у нас имеется род структуры Сигма. С родовой константой D принадлежит С Сигма от чего-то там. И класс Сигма объектов – это К Сигма. И нас интересует способ получения такой родовой структуры, у которой был бы класс Сигма объектов вот такого вот вида. Это К Сигма с волной, Х1, ХН, Д с волной, таких, что для любого Д, Д принадлежит Д с волной. Следовательно, Х1, ХН, Д принадлежит К Сигма. Что я записал? Я записал модифицированный относительно К Сигмы класс, в котором вот этим термом, вот этим компонентом каждого из его элементов соответствуют все те же базисные множества. А вот Д с волной уже представляет себе не структуру какого-то типа, а множество структур. Причем каждый элемент этого множества, если его подставить сюда, то он входит в класс Сигма. Но самый тривиальный пример. Если у нас имеется род структуры функции, то при помощи порождения множества структур данного рода мы можем получить род структуры множества функций. Если у нас имеется род структуры некоего объекта, то мы можем получить род структуры множества каких-то объектов. Сама по себе операция порождения множества структур данного рода, она многого нам как будто бы не дает, но был один объект, получили множество объектов. Но, во-первых, то, что мы получили в итоге, мы можем усилить дополнительными аксиомами, поскольку у нас появляются дополнительные выразительные возможности. И часто эта операция применяется в связке с синтезом, с операцией синтеза, о которой мы дальше поведем речь. То есть, например, если у нас имеется род структуры функции, то мы не можем определить, разделить на функции такие, функции сякие. Монотонно растущие, монотонно убывающие. Или какие-то свойства дифференцируемые, недифференцируемые. Чтобы поделить, ввести в качестве термопонятия функции такие и что, нам нужно работать с множеством объектов. Когда у нас один объект, мы этой возможностью не обладаем. Ну, к счастью, есть формальная операция, которая позволяет получить множество. Посадится у нас маркер. Каким образом это производится? Алгоритм каков? Шаг первый. Базисные множества не изменяются. То есть, берется текст рода структуры. Мы над ним производим следующие операции. Базисные множества не меняем. Второе. D, принадлежащее S-сигма от чего-то, заменяется на... Это у нас типовая характеристика T. На типовую характеристику T с волной, которую у нас будет из себя представлять. Тождественно, D с волной принадлежит булеану от S-сигма от чего-то там. Просто навешиваем булеан на типизацию. И третья аксиома R-сигма от X1, Xn, D заменяется на R с волной вида для любого U, принадлежащего D с волной, R от X1, Xn, U. То есть, мы заменяем букву D на букву U, U принадлежит D с волной. Мы видим, что таким образом мы спасаем с вами объективную переносимость формулы, поскольку D у нас типизировано как S-сигма, а D с волной типизировано как булеан S-сигма, а U будет типизировано снова как S-сигма. Поэтому здесь у нас типизация будет S-сигма. За счет этого мы спасаем объективную переносимость формулы, но и не только, за счет этого мы, собственно говоря, и добиваемся того, что у нас класс сигма объектов будет иметь желаемый вид. Ну, рассмотрим пример. Я его произведу прямо на доске, вписыванием значков. Значит, если у нас род структуры функции из себя что представляет? Базисное множество X1, X2. D принадлежит булеану X1 на X2. И аксиомы, которые мы, я подчеркиваю, должны уметь чуть не с завязанными глазами писать. Вот. Да, вы киваете, но все равно не умеете. Ваше дело. Значит, первая аксиома. Для любого U, принадлежащего X1, существует V, принадлежащий X2. UV принадлежит D. Аксиома всю доопределенность. И вторая аксиома прямой однозначности. Для любого T1, принадлежащего D, любого T2, принадлежащего D, проекции первой T1 равняется проекции первой T2, следует-таки T1 равняется T2. Это аксиома прямой однозначности. Значит, как мы получаем из сигма, рода структуры, сигма с волной род структуры. Я это проделываю прямо на доске. К этой, ну, можно даже, не знаю, красным, что ли, маркером. Для наглядности, да. Дописываю второй бульян. Значит, и дальше мы пишем первую аксиому. Переписываем каким образом. Ну, надо придумать какой-нибудь здесь значок. Допустим, для любого T, принадлежащего D. И здесь для любого T, принадлежащего D. А здесь мы D заменяем, соответственно, на T. И здесь D мы заменяем на T. Вот таким элементарным образом мы производим эту операцию. Ничего сложного здесь нет и в помине. Теперь простенькая теорема, которая гласит, что операция порождения рода структур дает нам ровно то, что мы желаем. Теорема. Значит, K-сигма с волной является вот таким вот напором. D с волной такой, что для любого D. D принадлежит D с волной, следовательно, X1, Xn, D принадлежит K-сигма. Так. И второе, это первое утверждение. Второе утверждение таково. Если F от X1, D теорема рода структуры сигма, то для любого U, принадлежащего D с волной, F от X1 и так далее у теорема рода структуры сигмы с волной. То есть мы можем естественным образом и выведенные F-сигма теоремы таким же образом обобщить для нового рода структуры, которые получены старого путем порождения множества структур данного рода. Значит, как это доказывается? Достаточно элементарно, если мы вспомним, что K-сигма это, я запишу еще раз, X1, Xn, D таких, что T и R. Где T зависит от этих переменных и D, и R зависит от этих переменных и D. Значит, нам нужно увидеть, что T с волной и это у нас типизация, значит, она у нас по определению эквивалентна, но D с волной принадлежит булиану S от X1 Xn Значит, это у нас эквивалентно D с волной есть подмножество S от X1 Xn Это у нас эквивалентно для любого D D принадлежит D с волной, следовательно, D принадлежит S от квадратных скобок Откуда T с волной эквивалентно соотношению для любого D D принадлежит D с волной, следовательно, T Ну, собственно, это следует из определения булиана Раз это следует из определения булиана вот эта вот часть относительно T R с волной из определения самой операции порождения множества структур данных данного рода эквивалентно для любого D D принадлежит D с волной следовательно R Значит, вот это следует из определения булиана Это следует из определения самой операции Порождение рода структур данного рода Порождение множества структур данного рода Значит, получается, что Т с волной и Р с волной Их конъюнкция Эквивалентны Эквивалентны Для любого Д Д принадлежит Д с волной Следовательно, Т и Р Но раз они эквивалентны Вот этому вот То смотрим А, значит Условие X1, Xn, Д с волной Значит, такое, что Д с волной и Р с волной Это и есть К-сигма с волной С одной стороны С другой стороны смотрим на эту формулу Сравниваем ее вот с этой вот формулой И видим, что мы получили, что и требовалось доказать То есть действительно Действительно, значит, построенный таким образом род структуры Обладает тем свойством, что он описывает множество неких объектов данного типа Вот еще важная оговорка здесь Которую следует выделить Особенно у вас в памяти Множество неких объектов данного типа Не всех объектов данного типа А неких объектов данного типа То есть если мы говорим о множестве Род структуры множества функций То это род структуры множества неких функций По самому своему построению Мы говорим, да, каждый элемент из D является функцией Это по построению так аксиомы Но у нас нет такой аксиомы, что все элементы Что как бы в это множество входит все функции Понимаете, да? Вот, значит, это тонкий такой момент Значит, еще один момент Если у нас T и R следует F То есть если F, большое, является теоремой рода структуры сигма То тогда T от U и F от U И R от U, извините Следует F от U Здесь я U подставил вместо D Значит, здесь надо бы написать D F от D То есть я U подставил вместо D Значит, и из T с волной R с волной следует для любого U U принадлежит D F от U То есть действительно теорема рода структуры сигма является Если ее подменить вот на вот такую формулу То мы получим теорему рода структуры сигма с волной Еще одно замечание относительно операции порождения множества структур данного рода Как вы думаете, при помощи такой операции мы можем получить противоречивый род структуры? Вот у нас есть род структуры Он может быть противоречивым, может быть нет Мы применяем порождение рода структур данного рода Значит, порождение структур данного рода Как я уже сказал, мы заменили аксиому R Мы заменили на аксиому вот такого вида Для любого D принадлежащего D с волной D принадлежащего D с волной R от X1, Xn, D Значит, мы можем предъявить Какой-нибудь X1, Xn Пустое множество Всегда В качестве сигма объекта Обратите внимание Что такое D принадлежащий D с волной с R Это значит, что для любого D D принадлежит D с волной Следовательно, R от D Да? Всегда помним вот эти ограничивающие квантеры Что если это всеобщность То там идет импликация Если это существование, то конъюнкция Тоже одна из вещей, которую вы должны Зарубить себе на носу, запомнить с моего курса Значит Импликация Если левая часть импликации всегда false То есть мы подставили сюда пустое множество Если левая часть импликации всегда false То вся импликация всегда true Всегда истина Значит, соответственно Вот такой вот объект Вот такой вот Он всегда является Интерпретацией рода структуры Полученного вот при помощи той операции И не важно Работали мы С противоречивым С непротиворечивым Формально получается Что он всегда непротиворечив Правда нам толку от такой непротиворечивости мало Поскольку Значит, если у нас кроме пустого множества Здесь ничего нет А такое будет Если противоречив вот этот Исходный наш род структуры То и значит От этого у нас мало толку Но если тот непротиворечив То здесь у нас Могут быть некие непустые множества Вот Разобрались С порождением множества структур данного рода Запомнили, как его делать Запомнили, что он Выдает род структуры Не всех объектов А каких-то объектов Множество каких-то объектов данного рода Поняли, что он всегда будет непротиворечивым В силу того, что можно предъявить Вот такой вот тривиальный Тривиальную интерпретацию Его всегда Ну и Интересен он нам Интересна нам эта операция Конечно же, как я уже говорил Не сама по себе А в связке с операцией синтеза Синтез Самое главное Самое основное Изобретение Школы концептуального анализа и проектирования И наиболее важная Частая фундаментальная Операция Которой, значит, все пользуются Всегда Создавая Родоструктурные Модели Какие-то Когда нужен синтез? Когда у нас Некая Область Описаны Ее разные аспекты Описаны разными Родами структур И нам надо получить Одну Комплексные Род структуры Соединив все те Которые описывают В целости Некий объект Значит Пусть у нас имеются Сигма и тета Сигма и тета Родоструктур И Классы у них Ксигма И Ктета Это классы их Интерпретации Классы их объектов И для Простоты Для простоты Положим, что Конституенты Перенумерованы В этих Родах структур Таким образом Что их нумерация Не пересекается То есть здесь допустим Х1, Х2 А здесь Х3, Х4 Понятно Д1, там Д2 Что будет Если мы возьмем И просто сольем Два текста Этих родов структур Воедино Вот номера Конституенты Не пересекаются Значит Том род структуры И здесь род структуры Если мы возьмем И соединим Этих два текста В один текст Значит у нас на выходе Будет род структуры Да Естественно Почему нет У нас будет род структуры У которого Т Рода структуры Будет равняться Т Т сигма и ттта Т сигма и ттта У которого Аксиома Будет равняться Значит Р сигма И Р ттта У которого Класс Будет равняться Чему Грубо так Плюс Объединение А если подумать У нас есть Допустим Род структуры Не знаю чего Топологического пространства И род структуры Группы Причем Топологическое пространство На одном множестве А группа На другом множестве Взяли Слили Что мы получили Род структуры Топологического пространства И группы Что является классом сигма-объектов? Если у первого это класс всех топологических пространств, а у другого класс всех групп. Все-таки не сумма, да? Не объединение одного с другим. А что? Нет, 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 нет. Думайте, думайте. Значит, там объекты топологические пространства, здесь объекты группы, да? Соединили в одно. Нам нужно найти, что является вообще интерпретацией, если мы объединили это в один текст. Что будет являться интерпретацией? А базисные множество разные. Пока. Это род структуры, мы уже поняли, да? Род структуры чего? Топологического пространства и группы, да? То есть там будет D1, это топологическое пространство, D2, группа. Я при... математические термины. Вы можете подставить какие угодно, да, термины там ваши, прикладные, неважно. Вот. Здесь у нас один объект, здесь другой объект. Значит, чтобы предъявить вот такому слитному роду структуры, интерпретацию, нам надо что придумать? Пару, пару, пару. Нам надо придумать пару. Топологическое пространство и группа. Взять одно топологическое пространство, одно группу и любая пара в любой их комбинации, это и будет интерпретацией. Следовательно, K у нас будет в каком-то смысле, в каком-то смысле, потому что мы не определяем Декартово произведение для классов. Но в каком-то обобщенном смысле это будет Декартовым произведением классов. Сигма и тета объектов. Потому что это будет множество всех возможных пар. Если мы зафиксировали для Д1 какое-то одно топологическое пространство, для Д2 какую-то другую группу, мы можем для того же и другую группу представить. То есть простым слиянием мы на самом деле получаем как бы Декартово произведение для классов. Если мы мыслим в классах, в классах сигма-объектов. То есть обычное слияние текстов родов структур дает нам вот такую вот картинку. Здесь вот как бы эта запись, она такая немножко неформальная. Потому что здесь надо говорить в каком-то смысле с оговоркой. Потому что у нас и класс-то определен определенным образом. Вопрос какой-то? Нет? Вот, значит... Но мы говорим сейчас не о слиянии текстов, а именно о синтезе. И пример, который мы будем рассматривать опять сначала с математического примера, значит, он вам знаком должен быть по идее. Значит, пусть х1 множество векторов. Векторы. Просто назовем векторы. Значит, и определим род структуры линейного векторного пространства. Линейное векторное пространство задается, может быть, задано вот такой вот родовой константой. px1 на x1 на x1 так помножить на pr на x1 на x1. Значит, что это я здесь записал? d1 как пара. Ну, вы там в программах типа XTOR или бурбокизатора записали бы две родовых константы. Я записываю одну здесь сейчас для удобства. Первый компонент задает операцию сложения векторов. Взяли два вектора, получили третий вектор. Вторая операция. В ней задействовано вспомогательное базисное множество действительных чисел. Это перемножение вектора на действительное число. Можно и на комплексное, неважно. Значит, взяли вектор, помножили на число, получили еще вектор. Здесь мы можем ввести аксиомы соответствующие, пока с аксиомами не заморачиваемся. Предположим, что они здесь есть. То есть, это у нас род структуры линейного векторного пространства. Вот таким образом заданные. Теперь возьмем d2, принадлежащие двойному булиану x2 на x3. Множество функций. Множество функций. Значит, не функция одна, а некое множество функций. И опять здесь у нас x2, x3, базисные множества. Мы их выбрали таким образом, что их нумерация не пересекается с этим. И здесь есть аксиомы. Их будет две. Они будут такими, как я рассмотрел в предыдущем примере, полученные навешиванием квантеров всеобщности. Потому что мы воспользовались операцией порождения множества структур данного рода. Так вот, нас интересует ведь не просто пара, линейное векторное пространство, множество функций. Нас ведь интересует, как правило, линейное векторное пространство над множеством функций. Чувствуете разницу? Линейное векторное пространство над множеством функций. То есть мы хотим функции складывать, и мы хотим функции перемножать на скаляр. А если функция дискретная, например, она зависит от x0, x1, допустим, это получается двумерное просто пространство векторное, в котором мы складываем и перемножаем двумерные векторы. А если бесконечно их, то у нас разного рода пространства функций возникают. Но, тем не менее, все это линейное векторное пространство над множеством функций. Как же нам быть? Как же нам быть? Что мы должны заявить для того, чтобы превратить вот эти два стасованных текста в один текст, который описывает линейное векторное пространство над множеством функций? Что с чем нам надо отождествить? Знак равенства между чем и чем поставить? x1 и d2. x1 векторы, да? Ведь для нас функция превращается в вектор, так? То есть... Да-да, правильно, да? То есть x1 векторы, да, множество функций. Это нам не важно сейчас от чего к чему-то. А может быть, x2 целая числа, я говорю, или даже множество такое из двух индексов всего состоящее, если у нас самое тривиальное двумерное пространство, да? Вот. И функция представляет в двух точках всего определена. Вот. То есть мы должны отождествить вот это вот x1 с d2. Вот. Но, но, но сделать это и сказать, что это род структуры мы не можем. По уже известной вам причине. Нарушается объективная переносимость. То есть нарушается возможность строить вот эти вот наши интерпретации разные, подменять их. В общем, не можем мы это сделать. Но очень хотим. Как же мы можем поступить в данной ситуации? Мы можем взять и переписать наш текст следующим образом. Выкинуть x1, поскольку нам уже не нужно это множество как базисное множество. Мы уже не свободны в выборе x1. Мы свободны в выборе x2 и x3. Да, оно нам задает вот множество функций. Но x1 для нас больше базисным множеством не является, поскольку на самом деле роль x1 у нас будет играть вот это самое d2. И записать. d с волной принадлежит бульяну от, значит, бульян x2 на x3. Сейчас я запишу, вы увидите и поймете принцип и легко перепишите. Значит, здесь у нас r помножить на бульян x2 на x3. Помножить на бульян x2 на x3. Значит, что это я записал? Я записал другую типизацию, в которой вместо x1 в трех местах, где у нас используется здесь x1, и в двух местах, где у нас здесь x1 используется, я заменил x1 на бульян от x2 на x3. А что такое бульян от x2 на x3? Это функция. Одна функция. То есть здесь получается на бульян ниже. Если здесь множество функций, то здесь одна функция. Значит, ну вы понимаете, функция на функция, то есть функция плюс функция равняется функция. Функция на скаляр равняется функция. Значит, и надо добавить аксиому следующего вида. d принадлежит бульяну d2 на d2 на d2 помножить на бульян r на d2 на d2. Это аксиома. Плюс аксиома. Значит, почему плюс-то аксиома? Потому что у нас ведь имеются аксиомы, ограничивающие d2. d2 это непроизвольное множество подножиц декартовых произведений. Это такое множество подножиц декартовых произведений, что для каждого его элемента выполняется всюду значность, для каждого элемента выполняется прямая однозначность. Про d с волной мы тоже можем сказать, что это непроизвольное декартовое произведение, потому что для него будут выполняться здесь, сюда определенность, прямая однозначность, здесь, сюда определенность, прямая однозначность. Но относительно вот этих вот элементов мы ничего не знаем. Это может быть действительно любое подножство декартовых произведений. И вот чтобы показать, что это не любое подножство декартового произведения, а именно функция, мы и записываем, что d на самом деле здесь он ограничен ступенью, потому что от нас требует определение рода структуры, требует, чтобы d было ограничено именно ступенью, чтобы мы там сдавали типизацию и так далее. Это вот и есть наша t с волной. А это еще большее ограничение. То есть на самом деле мы говорим, нет, это не любая ступень, а ступень вот такого вот вида. Значит, это есть аксиома, которая называется аксиома синтеза. Аксиома синтеза. И если я здесь мысленно опустил сейчас, но мы еще раз, мы еще один пример сейчас рассмотрим, и как бы вам станет еще понятнее. Мысленно я опустил здесь две аксиомы и здесь две аксиомы. Соответственно, здесь получится четыре аксиомы, которые там преобразятся соответствующим образом. А вот добавив вот к этому, вот к этой аксиоме синтеза еще четыре аксиомы, унаследованные отсюда и отсюда, мы и получаем синтезированный род структуры линейного векторного пространства над множеством функций. Значит, теперь от вот этого конкретного примера к чему-то более общему. Смотрите, как мы действовали. У нас было два рода структуры. Один из них конкретизируемый, другой конкретизирующий. Вот в данном случае, какой род структуры у нас был конкретизируемым, какой конкретизирующим из этих двух? Да, то есть линейное векторное пространство конкретизируемый, очень легко, да, конкретизирующий множество функций. Почему? Потому что здесь у нас были x1 векторы и вообще произвольное базисное множество, которые мы могли выбрать произвольным образом. А потом мы говорим, нет, непроизвольным образом, конкретизируем, да, скажем, что на самом деле это не базисное множество, на самом деле это функция. А это конкретизирующий, да, потому что он как был свободный в выборе x2 и x3, так и остался. Нашим следующим шагом, наверное, было бы уточнить, что это за x2 и что это за x3. Да, вот если мы перейдем к x2 как множество индексов, а x3 как множество действительных чисел, все, мы уже получим те векторные пространства, с которыми мы все знакомы. Вот, это раз. Во-вторых, мы имели выбор из базисных множеств конкретизируемого, ну в данном случае базисное множество конкретизируемого только одно было, да, но их могло быть несколько. Которые мы заменили на термы конкретизирующего рода структуры. Здесь в качестве терма выступало сразу же D2, это такой вырожденный случай. Но вообще говоря, это мог бы быть термопроизвольного вида. Вот, и третий немаловажный фактор, что терм, конкретизирующий терм, он имел характер множества. То есть, если бы у нас D2 имел бы вот такой вот вид, x2 на x3, то есть пара, да, не имел бы характера, имел бы характер кортежа, или имел бы просто характер элемента. Мы не могли бы просинтезировать такой род структуры вот с этим. Почему? Потому что мы говорим, мы хотим отождествить множество, множество с каким-то множеством вроде структуры. А если это у нас элемент или там пара какая-то, то мы не могли бы это сделать. И вот это проявило себя в том, что здесь у нас не двойной бульян, а одинарный бульян. Мы бульян должны снять. Вот. То есть, нам нужны не просто какие-то в качестве конкретизирующих термов, нам нужны не просто термы, нам нужны термы, имеющие характер множества. Вот если это у нас выполняется, то тогда мы говорим, что два рода структуры удовлетворяют условиям синтеза. Условиям возможности синтеза. Я запишу это формально. Я запишу это формально. Значит, Sigma конкретизирующим мы РС тета конкретизирующий род структуры. Значит, конкретизируемого у нас х1 хp хn это базисное множество. Значит, у конкретизирующего хн плюс 1 хн плюс n базисное множество. Да, мы для простоты полагаем, что все конституенты пронумерованы так, что их нумерация не пересекается, не конфликтуют друг с другом. Значит, здесь я написал хp. Почему? Потому что первые p множеств мы выбрали, выделили определенным образом. А в конкретизирующем роде структуры мы выделили термы psi 1 psi p такие, что psi 1 принадлежит булиан S1 psi p принадлежит булиан sp. То есть p термов p термов, которые, каждый из которых имеет характер множества. никак иначе. Вот если у нас имеются такие два рода структуры, которые мы можем выбрать p базисных множеств в одном и p термов во втором, то и эти термы имеют характер множеств, то тогда мы говорим, что у нас пара родов структуры удовлетворяют условию синтеза. И мы этот синтез провести можем. Иначе мы синтез провести не можем. Значит Если мы рассмотрим класс вот такой вот k с волной равный x1 xn d sigma xn плюс 1 xn плюс m d тета таких, что t sigma и r sigma и t тета и r тета выполняется. Значит это вот такой вот класс получился бы, если бы мы просто слили два рода структуры в одно. Да? Но если мы его не просто сливаем в одно, а еще добавляем условие psi 1 равняется x1 и psi p равняется xp то это вот класс множества пар sigma объект тета объект такой, что базисные множества sigma объекта p базисных множеств sigma объекта отождествлены с p термами тета объекта. То есть это и есть интересующий нас класс синтезированного рода структуры. Синтезированного рода структуры. Значит ну коль скоро коль скоро вот эти вот x и от 1 до p могут быть вычислены когда у нас имеются вот эти вот переменные, когда у нас фиксированные базисные множества и родовая константа конкретизирующего рода структуры, то мы можем записать другое класс sigma с волной равняется вот xp плюс 1 xn d sigma xn плюс 1 xn плюс m d тета такой, что такой, что значит t sigma и r sigma и t тета и r тета я это возьму в скобки так запишу psi 1 psi p xp плюс 1 x n плюс m d sigma d тета значит что я здесь записал вот эти вот скобки что означает они означают что мы взяли текст вот этих вот соотношение типизации и аксиом и в этом тексте подменили всякое упоминание p первых базисных множеств на p термов и вот этих вот конкретизирующих термов просто подменили остальные все оставили как есть да здесь просто должны быть x1 xp а мы заменили их на psi 1 psi p вот и вот это уже это уже класс объектов синтезированного рода структуры значит каким образом получить синтезированный род структуры это становится понятно если мы внимательно взглянем на формулу для k-sigma значит я рассмотрю еще один пример классический которым все время используют при обучении синтеза родами структуры значит да ну сначала дадим алгоритм ну я думаю что вы уже этот алгоритм поняли из контекста всего вышесказанного значит первое x1 xp удаляются то есть они нам становятся больше не нужны второе тексты объединяются третье значит т-сигма заменяется на значит д с волной принадлежит с сигма от с1 многоточие sp а здесь дальше xp плюс 1 xn многоточие xn то есть мы под с1 sp подразумеваем то что psi 1 я напоминаю принадлежит булиану с1 и так далее psi p принадлежит булиану от sp то есть на самом деле это дебулианизация типизации псиитых термов если эту дебулианизацию мы не можем провести то есть синтез мы провести не можем я это еще 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 раз подчеркиваю четвертая везде x1 xp заменяется заменяется на psi 1 psi p и наконец пятый шаг аксиома синтеза аксиома синтеза которая имеет ну добавляем ее которая имеет вид значит d с волной принадлежит s сигме от psi 1 psi p xp плюс 1 xm вот пять шагов при помощи пять формальных шагов при помощи которых вы можете просинтезировать два рода структуры наверное вам эти пять формальных шагов делать никогда не придется вручную потому что это делает автоматом системы бурбокизатор и xteor но вы должны понимать как они это делают и почему они иногда не позволяют вам посинтезировать то что вы хотите вот частными случаями упрощенными частными случаями являются ситуации когда у нас вот эти вот пси и ты они имеют характер базис они просто являются базисными множествами или родовой константой потому что очень часто у нас синтез идет просто по базисному множеству и тогда в общем-то даже непонятно какой из них конкретизируемый какой конкретизирующий там классический прикладной пример это два рода структуры один род структуры орг структуры в организации подчинения значит x1 множество сотрудников и d1 принадлежит булиану x1 на x1 окажет некий направленный граф орг структуры допустим начальник подчиненный пар начальник подчиненный а вторая значит у нас теория родства x2 и d2 принадлежит булиану x1 на x1 здесь пары ну допустим родственник не знаю родитель ребенок там или просто родственник значит какие-то родственные связи вот теперь если нам нам очень часто нужно просто просинтезировать отождествив вот это x1 равное x2 то есть в качестве вот этого пси-итова мы выбираем конкретизирующего просто x2 и говорим что сотрудники это на самом деле не сотрудники а вот люди да у нас здесь получается две родовые константы у нас получается сразу интереснейшие выразительные способности мы можем выделить термы значит начальник который является родственником там и что-то такое что невыразимо здесь и что невыразимо здесь вот этот простейший простейшая разновидность синтеза когда мы синтезируем просто по базисным множествам и в этом случае заметьте себя совершенно симметрично ведет система и что конкретизируемое что конкретизирующие это уже наш выбор то есть как мы скажем до этого мы рассматривали сейчас мы рассмотрим случай когда в качестве пси-итова выступает родовая константа но вполне это может быть и терм вполне это может быть и терм сколь угодно сложный ну рассмотрим уже более развернуто еще один пример синтеза чтобы вам окончательно все стало понятно на свои места вместе с аксиомами как они преобразуются род структуры функции сигма запишем его еще раз поскольку к нему вы будете возвращаться снова и снова x1 x2 d сигма принадлежит булиану от x1 на x2 значит аксиома первая для любого у принадлежащему x1 существует в принадлежащей x2 ув принадлежит d сигме аксиома вторая значит для любого t принадлежащего d сигме t1 для любого t2 принадлежащего d сигме проекции первой проекции первой t1 равняется проекции первой t2 следовательно t1 равняется t2 вот он род структуры функции в качестве конкретизирующего рода структуры мы выберем совершенно формально другой род структуры разбиения значит разбиение x3 это множество наших элементов которые мы будем разбивать на множество значит d t это родовая константа задающая разбиение и аксиомы r x3 я начал их называть словом x как в программах типа бурбокизатор или x3 хотя в теории мы обычно бакумерах обозначаем ну пусть будет x значит x3 для любого u принадлежащему x3 существует g принадлежащие d тета значит u принадлежит g то есть какой бы элемент из x3 мы не взяли найдется d тета такой элемент что элемент из x3 принадлежит этому элементу и аксиома 4 значит для любого g1 принадлежащему d тета для любого g2 принадлежащему d тета значит у нас либо g1 равняется g2 или g1 пересечения g2 равняется пустому множеству вот два рода структуры вот род структуры сигма вот род структуры тета и мы их сейчас формально просинтезируем мы формально просинтезируем множество x1 значит отождествим с множеством d тета то есть мы получим род структуры функции над элементами разбиения то есть что это означает мы разбили некое множество чего-то на непересекающиеся подмножества на куски разрезали и еще каждому этому куску мы ставим соответствие какой-то другой элемент вот то есть здесь на самом деле могли быть и другие аксиомы как как вы понимаете более интересные в прикладном смысле для вас вот но вот теперь мы решили их синтезировать значит каким образом мы поступаем что у нас сигма с волной род структуры сигма с волной вот теперь я хотел бы чтобы вы мне подсказывали из чего сигма с волной будет состоять какие базисные множества у нас войдут в сигма с волной если мы вот это базисное множество отождествляем с этим с дт х2х3 правильно то есть множество х1 у нас улетучивается оно конкретизировалось мы теперь про множество х1 знаем значит какова у нас будет родовая константа полученная из д сигма д с волной типизирована будет каким образом множество функций но функции теперь уже не просто от базисного множества от элементов разбиения да множество функций от элементов разбиения какова будет у нас родовая константа какая здесь ступень будет совершенно верно и вот это вот дт это принадлежащее двойному булиану от х3 войдет в наш синтезированный род структуры совершенно неизменным образом совершенно неизменным образом значит и какие у нас получается аксиомы а что произойдет с этими аксиомами мы просто пишем для любого у принадлежащему ой упс x1 x1 у нас исчез вместо x1 у нас теперь дт мы пишем для любого у принадлежащего дт существует v принадлежащий x2 u v принадлежит чему d с волной обратите внимание что мы все подстроили таким образом что теперь объективная переносимость снова восстанавливается сохраняется потому что u это теперь принадлежит не базисному множеству она принадлежит дт раз она принадлежит дт значит ее типизация будет на булеан ниже чем дт вот снова снова и снова мы упираемся в то что дт должен быть иметь характер множество у нас дебуль дебуль здесь надо взять значит берем дебуль значит u будет иметь типизацию p от x3 да правильно значит здесь у нас будет типизация p от x3 здесь у нас будет типизация x2 и значит их пара а здесь то у нас булеан от p от x3 на x2 то есть все совпадает все очень хорошо у нас получается объективной переносимости не нарушается значит x2 переписываем значит для любого t1 принадлежащему d с волной d с волной да и для любого t2 принадлежащему d с волной значит проекция первая t1 равняется проекции первой t2 следовательно t1 равняется t2 здесь даже ничего не поменялось потому что у нас не было нигде базисных множеств упомянутых затем аксиома 3 и аксиома 4 мы просто переписываем сюда вписываем сюда без изменений значит для любого u принадлежащему x3 существует g принадлежащий d ez значит u принадлежит g аксиома 4 аксиома 4 у нас гласит для любого g1 принадлежащему d ez для любого g2, принадлежащему dθ, у нас g1 равняется g2 или g1, пересечение g2 равняется пустому множеству. Так, что еще забыли? Чего нам еще не хватает в синтезированном роде структуры? Ну, аксиомная синтеза, продиктуйте мне ее. Смотрите, все очень просто, да? Если мы здесь подменили x1 на булян от x3, да? То это вообще говоря, если отбросить вот эти вот аксиомы, нам говорит, что d с волной это произвольное множество пар вида множества элемент. Мы уже знаем, да? Вот. Нам нужно здесь, чтобы было не произвольное множество, а именно это множество как элемент разбиения. Соответственно, аксиома синтеза. Мы должны ограничить как-то d с волной, да? Значит, чего? Это очень просто. Один раз скажите, и вы уже на всю жизнь запомните. x2. Все. 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 Мы только что полностью рассмотрели пример синтеза родов структур. Вот. Вот это у нас новая дополнительная аксиома аксиомы синтеза. Два. Да. Да. В смысле термы. Термы можно не через ступень задавать. Вот термы, допустим, вот d с волной, можно задать не как-то, а сразу поставить d с волной. В смысле, не термы задавать вы имеете в виду, а значит, родовой константой задавать. Да. И тогда получается, что все равно синтезом не будет. Ну, как бы, получается, да. Но мы, если мы задаем родовую константу таким вот образом, мы, конечно, я вот не знаю, там, как в x-теории, честно говоря, но, если мы вот подобную штуку записали, вот такую аксиому, из нее же следует типизация-то. Да. Вот. То есть, на самом деле, если мы записали аксиому синтеза, то из нее типизация следует. Это вот можно доказать индукцией по построению. Можно написать, чтобы аксиом не было корректно писать? Математически, как бы, исходя из классического определения рода структуры, корректно писать, выделять явным образом соотношение типизации, то есть, задавать явным образом соотношение типизации, а потом уже все остальные аксиомы. То есть, это все-таки аксиома. Но, как бы, опять же, математически и логически, если мы записали так, им у нас все остальное известно, то из этого следует, на самом деле, вот из этого вот это следует, соотношение типизации следует. Если xtor может это посчитать, а почему нет, потому что мы же можем это рассчитать, то как бы можно вот это вот опустить, поскольку логически это лишняя информация, поскольку эта информация следует вот из этой информации. На самом деле так. То есть, вот это вот следует из этого вот. Но формально, когда мы по определению рода структуры, нас все-таки соотношение типизации выделяется в отдельное. То есть, на самом деле, дело вкуса. Дело вкуса. То есть, более подробно или менее, или более изящно, меньшим количеством текста, вот, здесь не важно. значит, два замечания, прежде чем закончить, я бы хотел произвести относительно синтеза. Замечание один. Нам нужно и можно показать, что операция синтеза, определенная вот таким вот образом, действительно дает тот класс сигма-объектов, о котором я говорил в начале. Вот. Но я не буду сейчас утомлять доказательством. Оно происходит индукцией по построению D-сигма. Вот. И при помощи доказательства индукции по построению D-сигма действительно можно увидеть, что таким образом построенный род структуры действительно представляет из себя класс. Из него можно сконструировать класс. Вот эта вот пара, это там линейное векторное пространство, функция, такое, что это линейное векторное пространство является линейным векторным пространством над множеством функций. Да? ЛВП множество функций такое, что ЛВП над множеством функций вот с этими отождествлениями. Вот. Значит, это раз. И второе замечание, которое хотелось бы сделать, оно касается непротиворечивости синтезированного рода структуры. Вот синтезировали мы один непротиворечивый род структуры, синтезировали мы второй непротиворечивый род структуры мы на выходе всегда получим непротиворечивый рост структуры или не всегда как вы считаете да здесь всё корректно значит она они давно все корректная значит все отношения объективно переносимой даже более того они непротиворечивы то есть мы здесь предъявили какой-то sigma объект и а здесь мы предъявили какой-то тета объект то есть у них есть еще интерпретации то есть противоречивость теорем не вы не вот мы просинтезировали вот на самом деле не всегда потому что на самом деле не всегда потому что надо помнить про такую вещь что если мы x и ты отождествляем все этом да ведь мы говорим что вот у нас мы хотим базисное множество как бы термами приравнять к термам у нас может оказаться такая ситуация что среди интерпретации сигма не найдется и интерпретации это не найдется таких что x и ты равняется по мощности все этому но например у нас может быть род структуры какого-нибудь там но вот мы рассматривали на позапрошлом что занятие такой пример кольцо из четырех элементов но явно мы в аксиоме прописали что элементов 4 от элементов мы же можем написать аксиому в базисном множестве x1 4 элемента можем это будет объективно переносимое соотношение а в другом роде структуре мы можем написать аксиомы в базисном множестве x2 5 или больше элементов и это тоже будет правильно и первый род структуры имеет интерпретацию и второй род структуры имеет интерпретацию но эти множество мы уже соединить не можем значит необходимо и достаточно Необходимым и достаточным условием непротиворечивости синтезированного рода структуры является наличие пароинтерпретаций таких, что мощность термов, отвечающих за конкретизируемые базисные множества, совпадает с мощностью термов, конкретизирующих. Достаточно совпадения мощности. Если бы нам удалось предъявить род структуры такой, что они вообще совпадают, то по сути дела мы предъявили интерпретацию синтезированного рода структуры. Потому что в синтезированном роде структуры мы и хотим, чтобы они совпали. Но мы можем немножко ослабить это требование и сказать, что неважно, пусть они даже не совпадают, но главное, чтобы их мощности совпадали. А почему мы можем требовать достаточно для нас требования, чтобы их мощности совпадали? Я нарисую, допустим, конкретизируемый x1, xp, это базисное множество. Значит, ну здесь где-то у нас xp плюс 1, xn. Значит, а здесь у нас получается x1, xn, xn плюс 1, xn плюс m. Здесь у нас dθ конкретизирующий. На основе всего этого у нас возникают здесь термы Psi1, PsiP. И вот Psi1, PsiP у нас отождествляется с x1, xp. Значит, если мы предъявим, вот заполним эти кружочки какими-то конкретными множествами, таким образом, что здесь выполняется tθ и rθ. То есть удовлетворили мы соотношение типизации и соотношению, и главное, аксиомии, естественно. А здесь мы заполнили таким образом, что выполняется t σ и r σ. То есть удовлетворили мы соотношение типизации и аксиомы для конкретизируемого. Значит, здесь мы получили термики. И вот мы знаем, что их мощность равна. Если их мощность равна, значит что? Значит, можно биекции построить между ними. Правильно? Если мы можем биекции построить между ними, то мы можем воспользоваться биективной переносимостью t σ и r σ, и подменить σ объект другим объектом, σ штрих каким-то объектом, значит, в котором вот эти вот множества x1 xp подменены на psi 1 psi p явным образом, так как они равномочные, значит, есть биекции. Так как есть биекции, значит, мы можем преобразовать, синхронно преобразовать Δ σ в Δ σ штрих, как мы помним с самого начала нашего курса, и получить новый σ объект, которым уже вот эти вот совпадают, а эти заменены на psi 1 psi p. То есть нам достаточно только равномочности этих множеств для того, чтобы говорить о том, что как бы объект существует, объект синтезированный объект существует. Это мы действительно синтезированный объект, потому что здесь у нас имеется xn плюс 1, xn плюс m, dθ, эти множества мы нашли, эти множества вот эти вот мы нашли, а вот эти вот мы подставили, вычислив здесь, и вот этот d σ штрих, это единственное, что мы вычислим при помощи канонического распространения, то есть все синхронизировали. И получается действительно, что x1 равняется psi 1, xp равняется psi p. Обратно тоже, если у нас такой синхронизированный есть, то мы можем разделить на пару конкретизируемый и конкретизирующий объект. То есть помним еще вот о какой вещь. Синтезировать мы можем не все подряд, а если мы посинтезировали, то даже если мы предъявили интерпретации, то есть даже если мы доказали непротиворечивость наших родов структур исходных, то после синтеза нам надо озаботиться тем, чтобы синтезированный род структуры также был непротиворечив, потому что его непротиворечивость не следует из непротиворечивости базисных родов структур. Автоматом и XTOR, и бурбокизатор вам произведут синтез, но ни XTOR, ни бурбокизатор автоматом вам не докажут непротиворечивость. Вот это все. Поэтому обычно делается так. Вы пишете роды структур, ваши базовые, маленькие, их непротиворечивость должна быть, в общем-то, сама очевидна, они должны быть простыми. Вот, на то, как бы они и базовые. После этого выстраиваете дерево синтеза, оно обычно вот так вот выглядит как-то. То есть мы подсинтезируем, 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 подсинтезируем новые роды структур. Вот это дерево, оно может быть достаточно большим, таким ветвистым. На выходе у нас получается сложный большой род структуры, и вот для него уже имеет смысл, значит, для полноты вашего исследования, доказать, что он непротиворечив, то есть предъявить какой-то сигма-объект, там ABC, там в терминах, не знаю, Петик или Вася, ABC, 1, 2, 3, значит, что то, все то множество аксиом, которое здесь накопится, а здесь его будет очень много, выполняется. Вот, пожалуй, все, что я хотел рассказать о родах структур в этом семестре, ну и вообще все до конец курса. Спасибо.